МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадио-компании «Гомель» в студии «Працое» Наталья Игнатенко. Глядите ух этим выпуску. Подтримка экономики и предпринимательства. Далегат 6-го Усебелорусского народного схода Михаил Саскевич зацікавлены у открытым обмеркованне питанье у социально-экономічного развития країны. Вы не одны. Волонтерский отрат Гомельского медуниверситета поширает географию подтримки. А пошний крок. Гомельские школьники распочали подрихтовку до заключенного этапа Республиканской Олимпиады. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня разгледует кадровое питанье. Новым державным секретаром Совета Безпеки стал Александр Вальфович. Василь Герасимов призначенный на посаду старшині Комитета Державного контролю. Юрий Шулейка, який працаваў помощником президента, инспектором по Гомельской області, узначаліць Брэскі Аблвыканкам. Усувязі з призначэнням, прамая лінія Юрия Шулейки з жыхарами Гомельщины, якая была заявлена на 27-го студене з 14 до 16 годин, адміняецца. Патрымка еканоміки і прадпрымальництва. Делегат 6-го Усебеларускага Народнага Сходу, директор прадпрыемства Сатурн-1 Михаил Саскевич, зацікавліны ў адкрытым обмеркованні пытаніў соціяльно-эканамічнага рэзвіця краіны. З делегатам ад Житкавецкага района сустрэліся нашы корэспандэнты. Прадпрыемства металлоконструкцій ў Житкавичах прадпрымальник Михаил Саскевич пачаў створаць ў 1991-м. У гэтым годі Житкавецкі районны савет депутатаў зарегістраваў Сатурн-1, як малая арэнднае прадпрыемство. Пачыналі з вытворчасти запасных часток для сельска-госпадачый технікі. Тады ніхто наваты не меркаваў, што с часам завод стане сучасным прадпрыемством па вытворчасти металлоконструкцій для такіх гігантов, як російська і беларускай чыгунки, Беларусь калі і Беларусь нафта. Летось тут адкрыль яшчэ аддін цех, які побудавалі заўласныя сродкі. І такі факт. Састарэлі абсталявання на Сатурне ўбачыць практичны немагчыма. Для таго, каб отпавядаць патрабаваннім партнёров, неабходна працаваць па сучасных технологіях. Развіваем збыт свае продукцій на російський рынок. На данный момент работаем з Тихвинским вагоностроительным заводом. Это инновационные новые вагоны они делаю, так? І мы поставляем свою продукцію. Заключили щас договор на поставку двух цепей, это Урал-Калі. Хоць толькі развіцьом вытворчісті інтаресы Міхэла Саскевича не обмяжоваюцца. Делігат усі беларускай гасхода ў Житкавицьким районі вядомы яшчэ як мецынат, які допамагаюм мясовым дитячому саду і школе. Але бадай самый віалікі реалізованы праект гэта будавніцтва храма святітіля Феодосія Чарнігавскага. На гэты раз Міхэл Саскевич обмярковує знастоятелям Мікалаем пытання роспису царквы. Отповідная домовлінасті з мастакамі ўжо дасягнуты. Увуголі побудаваны насродкі прадпрымальніка храма казаўся вільмі запатрабаваным. І не толькі тому, што тут знаходецца судотворна ікона 18-го стагодзі. Калі лічыць па колькасі разміщаных нові подарункаў, ёнадо памагла шмат якім людзі. Хоць прыходзіць сюды не толькі за отсудам. Люді ходзіць, несмотра ні на які іспытання, несмотра ні на що. Люді приходзіць храм і не сказаць, што менші ходзіць, чым ранші. Ходзіць будні дні. Паэтому храмі открыт повседмірно в нашому городзі. Не в каждому городзі открыті храмы, а в этом храмі ходзіць люди. Небольшому калічіць. Сарат шматликі хузнагород, які знаходзіцца ў кабінеці Михайла Саскевича, дыплом пераможця обласного споборництва ў номінацій «Лепші прадпромальніку сфері вытворчісті» і залепші колективны догавор сарат прадпраємства ў Гомельській області. Саціяльні пакет для 150 работніка ў Сапрады Уражвае. У Житковицкім районі акціонерне товариства «Сатурна-1» ў вогалі уліку перших. Па такіх пакаччыках, як абйомовы творчісті, прыбыток і експорт, гэтае прадпраємство саступаєт толькі Туровскому малошному камбінату. При гэтым директоры делігатосі беларуского сходу Михайл Саскевич гарантує своїм працівнікам яще і годную зарплату. Зарплата пока остається середня 1320. Вот, значит, квалифіцировані сварщики получають 1600. Вот, значит, зарплата середня по рабочому составу, там, слесора, штамповщики 1200. Вот, поэтому смысл я не вижу куда-то ім іти і работать. Работать здесь на місці. Значит, ті люди, каторі, вот, сігодня чоловік був у Олеса фрезеровщик, три місяці гді-то пабыл, сігодня прийшов опять к нам на роботу просіць. Ну, взял, потому шо б був хорошо себе зарекомендавал. Ну, а ессі б по-плахому було, значі б вже б не брал. Олег Синціров, Максим Савін, Євген Макєн Каталі радіо кампанія Гомель, Житківецкий район. Затрымання наркотиків, виявлення незаконных схєм увозу у Беларусінь шамарок і рост адліченню у бюджет. Гомельські мытнікі сёння падвяли вынікі работы. Іх падвядзенні промеркавалі до Міжнароднага Дня Мытніка. Причім сход пачалі зрученні нагрудніх знаків, гоноровых грамот і падяк лепшим работнікам. Гэта саправды заслужені у Знагороды. Мінули год для Гомельській мытні можна лічыць поспяховым, хоч і не простым. Усувізі з пандемією, аутамабілів і аутобусів, які перасекають границу, знізілася прикладна на 80%. Разом з тим, коронавірус не оказав адмовного впливу на грузоперевозки. Колькасть грузовых машин навад повялічилася амальна 15%. У таких умовах мытній были прыняты усе махчымые меры по формірованні доходной частки республіканського бюджету, повышенні эффективності мытного контролю і умацаванні безпеки знішніх границ. Мы выполнили задання по перечислению денежних средств в бюджет на кожного нашого сотрудника. В среднем в бюджет за год поступило более чем 1 млн 383 тыс. рублей. Мы успешно боролись с нарушениями в таможенной сфере, выявили более чем 3,5 тыс. административных правонарушений. Сумма изъятого арестованного імусіства, которая являлась предметами правонарушения, по сравнению с 2019 годом, увеличилась в 3,5 рази. Во взаимодействии с иными правоохранительными органами мы проводили большую работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Результатом стало возбуждение самостоятельно таможні и иными органами по нашим материалам 45 уголовных дел. Жить у одним из самых малявничих куточков Гомельского района. Такая макчимость з'явилася с початком будовництва шмат поверховок в Чонках. Марина Северьянова побывала на будовничих пляцовках и доведалася об тем, кольки там каштует жилье. Увесь теплый сезон тут соправный рай. Природа, рака, звелистые дорожки усю для релаксации от подшинку психологичной перезагрузки. Ну а жить тут мара для многих. Хотя некоторые не просто марать, а уповненные идуть до своей мэты. Бо у Чонках России еще один микрорайон, який обрамляет только блакитное и зеленое рака и неверогодной прихожости природа. Мы с вами находимся в очень красивом районе в Чонках. Конечно, сейчас зима, всей красоты не видно, но я уже сейчас завидую людям, которые здесь будут жить. Вид будет потрясающий отсюда. Расскажите об этом микрорайоне и насколько востребовано здесь строительство. Действительно, это самое красивое место населенной пункт Чонки. Исторически сложилась что-то зона отдыха все гомельчан, не только гомельчан, и жители Гомельского района. Здесь строится совершенно новый микрорайон. Микрорайон Чонки номер 2. Где-то будет очень десятиэтажная застройка, 60 тысяч квадратных метров жилья. Мы начали новый дом строить. Мы его должны везти в этом году. В первом полугодии этот дом, позиция 5, 120 квартир. У трехсекционной десятиповерховцы, квадры для тех, кто мая потреба уполяпшения жильевых умов, у тымлику для шмадетных семей, а так само коммерцины. Квадратный метр 1200 рублев. Для тех, кто мая потреба уполяпшения жильевых умов, меньше к 1130. Это достатковый низкий покажек для района и Гомеля. Порадовать будущих жильцов может и еще одна околичность. Отопление здесь будет по квартире. То есть в каждом доме будет индивидуальный котел работать. То есть он круглый год можно поддерживать нормальную температуру, комфортную для жителей. Площа однопокаевых кватер каля 43 квадратных метров, двушек каля 63 покаевых от 77 до 83 квадратов. Еще есть свободные кватеры. Можно поспешаться и набыть одну из них. Для этого требуется вернуться во управление капитальных обыдовництва Гомельского района. В июне месяце дом будет готов к сдаче с благоустройством, с прилегающей территорией. Для того, чтобы успеть возведение данного объекта в установленные сроки, нами организована работа 24 часа в сутки, трехсменный режим работы. Вы можете наблюдать задействованного два башенных крана. Бригады слажены. Работаем твердо, уверенно, к установленной дате. Объект будет, конечно же, готов к вводу в эксплуатацию. В этом микрорайоне заплановано возведение 6-4 домов. Поэтому переехать в наибрагажейший кутуршок района смогут 6 маджа дающих. Про иншие планы по развитию инфраструктуры Гомельского района, перспективные обыдовничея решения, новые микрорайоны, электродомы мы расскажем в программе «Великая будовля». Глядите на телеканале «Беларусь-4 Гомель» 31-го студене в 19.45 Марина Северьянова, Сергей Лукашук, телеродокомпания «Гомель». Студенты-волонтеры Гомельского медуниверситета поширают географию подтримки. Напередодни они накировались в Жлобинскую ЦРБ, которые помогли мясовым пациентам с реабилитацией после COVID-19. Разом с ними отправилась и наша здимуточная группа. Волонтерский отряд «Выни-одны» был створен в осенью минулого года. Студенты медуниверситета прошли специальный инструктаж, отримали страховки на выпадах заражения COVID-19 и начали допомогать урачам у стационара Гомеля и Речицы. У Жлобин накировалась группа за 11 человек и эту поездку они суместили с профориентацией. На проконце лютого студентов чекают попереднее размеркование, тому это стало выдатным шансом познайомиться с ЦРБ как с мягчимым местом будущей працы, а себе зарекомендовать как годного специалиста. В нашем учреждении достаточное количество молодых специалистов. В учреждении активно используется институт наставничества. Молодые специалисты прибывшие среднего специалиста среднего звена, врачи в первый день работы обеспечиваются наставниками. Наставники помогают в дальнейшей работе, обустройстве их бытовых каких-то составляющих. Ну и конечно большое участие принимает наша профсоюзная ячейка. Ну и администрация. Что тычется бегучей ситуации по коронавирусу в Жлобинском районе, то врачи говорят, что плато пройдено и колькость захворылок поменьшается. Однако реабилитация необходна кожному пациенту незалежности от тяжкости захворывания. Студенты-волонтеры уже мают в этом значный опыт. За час работы они научились поддерживать пациента в складанный момент и мотивовать на дальнейшее выздоровление. Первое это то, что заранее я уже имел опыт работы с ковид-инфекцией, когда устроился работать в ту больницу именно в качестве медицинской сестры. Затем был основан наш отряд и мы были во всех больницах Гомеля. А также после этого мы поехали в Речицу. Мы решили расширять свою зону охватывать. И мы создали отряд как подотряд наш, который поехал в Речицу, а потом там был создан отряд, который там на постоянной основе. Сейчас решили приехать в Жлобин. Даже за актуальность темы реабилитации после ковида волонтерский отряд вы не одни створили серую видеоуроков на своем ютуб-канале. Там они показывают респираторные и физичные практикования, которые увеличивают функцию дыхания и увеличивают кривые лимфозворот у легких. Ганна Корольчук, Игорь Марышченко, телерадио компания Гомельса, Жлобина. С первого лютого в Беларуси увеличиваются померы допомоги по доглядю за детят в возрасте до трех годов. Это обумовлено ростом среднемесячной заработной платы, поведомили Белта в Министерстве працы и социальной обороны. Таким чином помер допомоги на первое детя складе 472 рубля 92 копейки. На другое и наступных 540 рубля 48 копеек. На детяте инвалида 608 рубля 4 копейки. Темп росту даденых выплат 110,5% управнений с переразликом 1 жюня 2020 года и 116,6% управнений с переразликом 1 лютого 2020 года. 230 навученцев Гомельской в области представят РГИОН на заключенном этапе Республиканской Олимпиады по учебных предметах. Больше за полов уже хоры Гомеля. Значное представництво в областной команде у школьников из Мазырского, Жлобинского и Сетлогорского районов. Областный институт развития комитета судовых экспертиз Гомельской в области зладила День здоровья. Эксперты разом с семьями увогули больше за сотню человек споборничали в некольких видах спорту. В среде их лыжные гонки, командная эстафета, стральба с пневматичной винтовки, футбол и протягивание каната. Для детей особная забавляльная программа. Лепшие выники после всех споборничества показала команда Гомельского межрайонного отдела комитета судовых экспертиз. Это и так самая иншая новинная информация об проектах телерадиокампании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvergomel.by На этом выпуск завершен. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александр Гомоля Здравствуйте Риск дело благородное но чаще бесперспективное Скупщик металла из города Ветка погорел на незаконной перевозке лома На выезде из Гомеля микроавтобус нелегального предпринимателя остановили сотрудники АБЭП и налоговые инспекции У тех была соответствующая информация что машина груженная ломом черного и цветного металла должна выехать в рейс Так оно и вышло Около 8 утра инспекторы заметили красный Mercedes Sprinter Водитель остановился по требованию милиции Кузов микроавтобуса был нагружен под завязку Медная и алюминиевая проволоки находились в мешках Отдельно лежали старые автомобильные аккумуляторы Стоимость груза была оценена в 10 тысяч рублей Против перевозчика начат административный процесс На машину наложен арест Непогода доставляет немало хлопот автомобилистам Сотрудники ГАИ работают в усиленном режиме Дождь, влажный асфальт мокрый снег Все это дополнительные условия которые только усложняют дорожную обстановку Накануне в Мозере прямо на пешеходном переходе водитель автомобиля Пежо сбил пенсионерку Та переходила проезжую часть согласно правилам дорожного движения Место перехода было обозначено дорожными знаками и разметкой В результате наезда женщина получила травмы и была доставлена в Мозорскую районную больницу К слову по прогнозам синоптиков сегодня вечером и ночью ожидается ухудшение видимости на дорогах прогнозируются осадки в виде мокрого снега ГАИ просят водителей быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от поездок Не смог угнать три автомобиля и украл из них деньги, флешку и елочку-ароматизатор Житель агрогородка Глинище Хоникского района отличился при попытке похитить чужое авто Намерения молодого человека были дерзкими Финал безрезультатным Впрочем, кое-что угонщик все-таки заработал перспективу стать фигурантом очередного уголовного дела После распития спиртного в гаражах вместе с товарищами 18-летний парень возвращался домой По пути увидел незапертый автомобиль Рено Меган В багажнике машины нашел ключи но завести не смог Попытка запустить двигатель из толкача тоже не удалась Юноша не отчаялся Вскоре он проник в гараж другого сельчанина где стояли два Вольксвагена Однако и здесь завести машины не получилось Тогда он похитил из них материальные ценности Забрал все, что мог даже елочку-ароматизатор Следователями дается правовая оценка действиям молодого человека Ранее он был судим за кражу В Жлобине спасатели отработали действия при пожаре в жилом высотном доме Учения прошли с целью проверки навыков выполнения спасательных работ и ликвидации возгораний в зданиях повышенной этажности Местом тактика специальных занятий был выбран дом в 17-м микрорайоне Жлобина Оперативное реагирование на вызов эвакуация пострадавших разведка задымленных помещений и быстрая ликвидация огня Такие задачи были поставлены перед спасателями районного подразделения МЧС Для их выполнения автоцистерны были установлены на ближайшие гидранты проложены рукавные линии выставлены посты безопасности Также на учениях была проверена работа пожарной автоматики знания жильцами правил эвакуации а пожарно-спасательные подразделения отработали действия по спасению людей в многоквартирных домах Это все новости на сегодня Оставайтесь с нами Берегите себя Я Александр Гамоля Благодарю за внимание До свидания На телеканале Беларусь 4 Гомель Новости спорта В студии Максим Савин Здравствуйте Гомельская энергия закрепилась на второй строке чемпионата страны по волейболу высшей лиги Подопечные Романа Оплевича на выезде переиграли легионы Зобухова Хозяевам удалось взять верх лишь в одной партии 3-1 Победа энергетиков В следующем туре гомельчанам предстоит встреча с лидером чемпионата с олигорским шахтером Матч пройдет в Гомеле 6 февраля В первой лиге состоялся один поединок Гомельский газовик наведался в гости к Могилевскому ЦОР-коммунальник Гости были сильнее 3-1 В турнирной таблице подопечные Дмитрия Лихорада на третьей строке Гомельский бумпром на второй Еще один представитель нашего областного центра с Дюшор Энергии идет на восьмом месте Лидирует столичный РГОР Между тем в рядах Гомельской энергии кадровые потери Стан команды покинул Вячеслав Черепович Свою карьеру он продолжит в чемпионате Румынии В составе гомельских энергетиков волейболист выступал с сентября минувшего года В женском волейбольном чемпионате играли обе жемчужины Полесье Дубль на домашнем паркете обыграл Оршанскую Катюшу 3-0 и возглавил турнирную таблицу в дивизионе Б Первая команда жемчужины проиграла Мазырянки не смогли совладать с ближайшим преследователем Прибужьем Брещанки в гостях победили 3-0 Тем не менее жемчужина сохранила Лидерство в турнирной таблице Следом с отставанием в два очка располагается Прибужье Гомельские боксеры стали призером юношеской лиги бокса Сборная Гомельской области составленная из юношей в возрасте 13-14 лет победила сверстников из Брестского региона По итогам 2020 года гомельчане заняли в лиге третье место Команда с Дюшор Гомель Стекло выиграла областную спартакиаду детско-юношеских спортивных школ по греко-римской борьбе В санатории под Гомелем состязались юноши в возрасте 15 лет и моложе На втором месте итогового протокола расположились воспитанники Гомельской из Дюшор профсоюзов по борьбе Замкнули тройку призеров борцы Жлобинской и Дю США номер один С новостями спорта ознакомил Максим Савин Оставайтесь на Беларусь-4 Игорь М Holocaust Беларусь-4 Именно Л� Оставин Максим 10 В Сноши Дюшор Продолжение следует...